В районе Мамайки задымился автобус, который ехал из Дагомыса в сторону Сочи. По словам очевидцев, в тот момент, когда появился дым, внутри общественного транспорта было много пассажиров. После того, как он остановился, люди спешно покинули салон автобуса. Обстоятельства происшествия выясняются, пострадавших нет. На Краснополянской трассе перед поворотом на старую дорогу произошла авария с участием двух транспортных средств. Очевидцы сообщают, что в одном из автомобилей была зажата водитель-женщина. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники госавтоинспекции. Еще одна авария произошла на Кубанском мосту. Два кроссовера не поделили дорогу. Судя по видео, автомобиль китайского автопрома выехал на улицу Московскую и не пропустил такси. Образовался большой затор. На проезжей части дороги в районе санатория Лазаревская кроссовер сбил пешехода. В момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Видно, что молодой человек и женщина переходят дорогу в неустановленном месте. Дойдя до разделительной полосы, женщина остановилась, а парень побежал. Итог – ушибы, синяки, ссадины и сотрясение мозга. А в этот раз под колеса автомобиля попал мопедист. ДТП произошло на улице Ленина в районе остановки «Космос». По словам очевидцев, водитель иномарки, поворачивая налево через сплошную полосу, не пропустил двухколесный транспорт. Водителю мопеда понадобилась помощь врачей. В центре Сочи у городского парка «Ривьера» полицейские задержали мужчину, который вел себя неадекватно и агрессивно. Молодой человек сопротивлялся и не хотел внутрислужебной машины. Но в итоге его удалось доставить в участок для дальнейшего разбирательства.